На сцене стол и много стульев. Декорации отсылают сразу к нескольким произведениям искусства. «Тайный вечер» Леонардо да Винчи и «12 стульям» Ильфа и Петрова. «Чичиков» – причудливый симбиоз нового Христа, который не спасает живые души, а коллекционирует мертвые, и Остапа Бендера, обаятельного пройдохи. Чем необычный режиссерский взгляд на текст, тем интересней. Перед нами современная интерпретация классики. На пресс-конференции перед спектаклем режиссер и актеры поделились своими мнениями о постановке. Все разнообразие многочисленных персонажей Гоголя актеры соображают на троих. Идея, конечно, на трех актеров поставить – это режиссерская задумка. Нам он просто объяснил всю символичность этой идеи. Птица, тройка, три актера, три сакральное число для России. И Чичиков не изменен, он как бы главный персонаж, а остальное поделили. Магия спектакля оказывает сильное воздействие не только на зрителей, но и на самих актеров. Один из участников трио настолько вжился в роль, играя разных персонажей, что перенес свой опыт за сцену. Во время гастролей сменил фамилию. Максим, он раньше был Потапченко, но поменял фамилию только что недавно. Макаров. Максим Макаров. Секрет успеха спектакля, ставшего номинантом премии «Золотая маска» и особенности работы с режиссером, раскрыл актер Максим Макаров. В театре Липовецкого нет четвертой стены. То есть у нас зритель – это тоже наш партнер на сцене. Олег Михайлович нам давал такое ценное указание, что зрителя нельзя терять и отпускать ни на секунду на этом спектакле. Он всегда должен быть в взаимодействии с актерами на сцене. На вопрос, стоит ли ждать продолжения работы и появления третьей, новой части, ответил режиссер Олег Липовецкий. В прошлом – актер Петрозаводского театра «Творческая мастерская». Мне кажется, что, ну, когда вы посмотрите завтра, я надеюсь, спектакль, второй том, вы поймете, почему не будет третьего. Потому что сейчас не время для третьего тома, сейчас время остановилось на втором томе «Мертвых душ». Показ фестивальных спектаклей в Карелии завершится 12 ноября в Костомокше. Зрители увидят постановку «Тук-тук!» – «Осенние цветы» – театра музыкальной комедии из Санкт-Петербурга. Любите театр так, как любим его мы. Сергей Адлер, Сергей Беляев, Служба новостей.